Приветствую вас, прошу прощения, у меня здесь идет гроза, поэтому если будет грохот грома, то вы пожалуйста не пугайтесь и не сердитесь, потому что с этим ничего поделать нельзя. Думаю, что эксперты, которые уже ответили вам на ваш вопрос, в принципе в целом правы, но мне бы хотелось немножечко, ну немножечко с другой стороны поговорить о том, что у вас происходит. Вот смотрите, мужчина имеет определенные взгляды на жизнь, определенные взгляды на то, какая должна быть женщина у него, как она должна себя вести, что она должна делать. Мужчина проигнорировал вашу просьбу, значит, вашу просьбу давать вам больше удовольствия в сексе, давать вам больше внимания в сексе. Если мужчина проигнорировал это, это значит, что не особо его волнует то, что вы будете там довольны, удовлетворены, не особо его это все волнует. И если его не волнует это уже сейчас, когда вы еще даже не подчинились, то вряд ли его это будет волновать и потом. И вам нужно, во-первых, показать ему четко, что вы терпеть это не собираетесь. То есть вам нужно дать ему понять, что он оскорбляет вас, когда не хочет давать вам ласку и внимание в интимном плане. Он вас оскорбляет, а вы потому считаете для себя вполне возможным оскорбить его тем, что будете удовлетворять свои потребности самостоятельно. То есть в этом ничего дурного нет. Если мужчина позволяет вам, позволяет себе в отношении вас так себя вести, то и вы можете вести себя в отношении него так-то. Мужчина думает о себе, хорошо, вы тоже думаете о себе. Это нормально, потому что кроме вас о себе, кроме вас, прошу прощения, никто не подумает о вас, я самую. Если вы ответите мужчине тем же, ну пусть он оскорбится, пусть он оскорбится, пусть будет задето его самолюбие. Хотя вот непонятно, как его самолюбие задевается, если вы занимаетесь самоудовлетворением. Я понимаю, если вы с другим мужчиной, например, переспите, да, это безусловно предатство, измен, и все. И то, и то, простите, измена всегда чем-то обусловлена. И обусловлена она зачастую именно такими вот казусами, когда мужчина не хочет свою женщину удовлетворять, почему-то считает, что она должна для него, на свои желания наступать и терпеть. Женщина, может быть, и стала бы терпеть, так вопрос, ради чего? Ради чего терпеть, если мужчина не дает никакой надежды, что в будущем все это изменится? Поэтому в этом контексте, я думаю, вам нужно быть предельно последовательным в своих желаниях. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, что если вы не будете удовлетворены, то вы не будете счастливы, вы не сможете полноценно получать удовольствие от жизни, а все равно будут проблемы, может быть, даже в физическом плане. Вот эта вот боль внизу живота, о которой вы говорите, это то самое, что на первом, ну, в первую очередь выступает. И совершенно непонятно, почему вы должны ради мужчины это терпеть. Ну, не хочет мужчину сексу, ладно, это, в принципе, его право. Ну, не обязательно заниматься классическим сексом, можно как-то по-другому удовлетворить своей женщине, если она просит, а мужчина, допустим, там, не знаю, не хочет это, например. Но у вашего мужчины даже таких желаний нет. И вот это хуже всего. Его не волнуете вы. Его не волнует, чего вы хотите, его не волнует, что вам важно. И отсюда я хочу сказать. Вы пишете, что мужчина в остальном, вот в остальном, мужчина хороший. Вы пишете, что мужчина во всех остальных аспектах вас полностью удовлетворяет. Вот вы и решите для себя хотя бы, сначала, что вам важнее. Либо секс, хороший, качественный секс, но в ущерб, там, каким-то другим аспектам. Либо все, кроме секса, сексе придется себя как-то ограничивать. Понимаете, вам нужно для себя вот этот вопрос решить. Ответьте себе на него. Что вам важнее? И когда, и если вы себе на этот вопрос ответите, то вы сразу поймете, что вам делать. Ну, объективно, если вам важны ваш секс, и без секса вы жить не хотите, то отношения нужно заканчивать. По крайней мере, мужчине нужно совершенно точно рассказать, что вы такое терпеть не будете. И все. И на самом-то деле, оскорблением является для женщины, я имею в виду, даже то, что она себя удовлетворяет сама при наличии у нее мужчин. Возникает такой вопрос тогда, а зачем мужчина? Ну, все остальное, в принципе, вы можете сами получить. Заработать вы можете сами, я уверен. Там, что-то еще тоже вы можете сами сделать. Зачем мужчина? Тогда, ну, вот этот вопрос вам нужно решить. То есть, по большому счету, ответ на ваш запрос, что делать, можно разделить на две части, составные части. Первая часть – это попытка реализовать все-таки вашу повиску. То есть, вашу повиску, я имею в виду попытка все-таки удовлетворять себя самостоятельно, без мужчины, да, чтобы, ну, в общем-то, ему было хорошо и чтобы вам было хорошо. Если мужчина пойдет в штыки и откровенно скажет, что нет, я не хочу так, я не буду, я не желаю терпеть подобного отношения, то тогда вам остается только с ним расставаться. Я не думаю, что я скажу вам что-то новое, если отмечу, что подобное поведение является эгоистичным, эгоистичным, неуважительным и, вообще-то говоря, оскорбительным для вас, в частности, для вас. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Решение окончательное относительно вопроса в своей дальнейшей жизни с этим человеком, главное, принимать самостоятельно, за вас его никто принять, к сожалению, не в силах. Я надеюсь, что вы примете его верно, я надеюсь, что, если у вас дополнительные вопросы появятся или остались какие-то вопросы, вы напишите мне в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...